В далекие 90-е начало родители мне подарили вязальную машинку для того, чтобы семью обвязывать, поскольку в те времена все было голо на полках. Ну вот с этой вязальной машинки все и началось. Тогда это было модно такие нарядные кофточки кружевные, пользуясь спросом. И наше первое вязальное производство, никаких машин крупного формата, это были домашние машинки двухфонтурные. И несколько человек собрались и мы изготавливали эти изделия. А потом пошел развал Советского Союза и опять же через знакомых, ну так получилось, что мы связались с комбольным комбинатом Симпалатинский. И этот комбинат, новейшее оборудование по тем временам, импортное, стали вывозить на металлолом. Душа этого не вытерпела, мы выхватили, что успели из этой металлоломной кучи. И это были наши первые чесальные машины, с которых мы начали изготавливать одеяло. Сейчас мы уже доросли до собственного производства тканей. Здесь можно похвастаться, поскольку предприятие это уникальное за Уралом. Мы печатаем собственный дизайн, у нас собственный дизайн-студия. У нас производство одеял, производство подушек, покрывала, комплекты постельного белья, пледы, матрасы. Ну то есть все, что нужно для сна. География распространения. Ну на восток, понятно, это Владик, а на запад, пожалуй, только Ленинград был, клиент сейчас нет. Ну, скажем так, устойчиво это до Чебоксар, ну и, кстати, до Москвы. Помимо оптовых поставок мы развиваем собственную сеть. И на данный момент у нас 8 магазинов. Один в Бердске, один на Валтайске и 6 в Барнауле. И вот буквально вчера мы нашли неплохую точку в Новосибирске, то есть намерены выйти в миллионик. Ну, первые недели, когда закрыли всех, и все, конечно, шок и страх, мы маски пошили. Нам позвонили с администрации Барнаула, и давайте, давайте. Мы вначале сопротивлялись, да как же, ручной труд, да это автоматы. А когда поняли, что автоматов нет и никому ничего не хватает, всех, кто работал на фабрике, весь состав посадили шить маски. И прожили полтора месяца. У нас был рекорд, что-то 110 тысяч в день. Тысяч в день, ужас, сами не поверили. Ну, много шили. У людей была зарплата, какие-никакие, мы смогли обслуживать кредиты, которые никто не скосил. Как только начали магазины открываться, и мы на свой ассортимент ушли. Вринулись, как и все в Вайлберис, и неплохо пошло. То есть электронные площадки тоже работают вполне себе. В добрые времена до нее руки не доходили, поскольку очень трудоемкое дело. А так как сейчас спроса особенного не было, мы победили этот вход. То есть перестроились так, чтобы мочь туда грузить. Как говорит Конфуция, ветер переменно дует в нужные мельницы. Вот мы мельницу подстали. Бизнес, он как болото, он затягивает. Появляются клиенты, клиенты просят еще и еще, подкидывают идею. Это становится интересным. И пошла воронка. Дальше и дальше, шире и больше. Интерес, работа, даже не работа. Именно то, все свои идеи я воплощаю здесь. И все свои силы я оставляю здесь. В напряжении, безусловно, и риски постоянные. И постоянно ты боишься, что да, да, это есть. Если человек зажегся, у него нет выбора. Это сжигает. Ты хочешь этим заниматься. Просто скучно же без этого. Мне кажется, самая удачная идея, это когда человек угадывает, что нужно миру. И это дает. Это какие-то потребности. Ну, разные они могут быть, да. И материальные, и нематериальные. Но в итоге получается, вот если это успешно, значит, это многим людям нужно. А это же нужно угадать. И это нужно же сделать. Вот так. Я это, по крайней мере, воспринимаю. Спасибо.